В этом году отмечается 55 лет со дня образования подразделений лицензионно-разрешительной работы. Эта структура в составе Росгвардии следит за соблюдением законодательства Российской Федерации в области оборота оружия и в области частной охраны и частной детективной деятельности. Об итогах работы ведомства за 2023 год нам рассказал начальник Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Карачаево-Черкесии, полковник полиции Эдуард Чумаев. Эдуард Ансарович, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, об итогах работы Вашего ведомства за прошлый год. На сегодняшний день в наших подразделениях лицензионно-разрешительная работа Управления Росгвардии по Карачаево-Черкесии состоит чуть более 19 тысяч владельцев оружия. В последнее время количество владельцев оружия сокращается. Это, скорее всего, связано с тем, что, ну, к примеру, для того, чтобы продлить разрешительные документы, нужно проходить медицинское освидетельствование о наличии противопоказаний владения оружием, химико-токсикологическое исследование, то есть мы получаем два медицинских заключения. Далее, кто имеет оружие в целях самообороны, они должны проходить проверку на пригодность действия в условиях, связанных с применением оружия. Далее, те граждане также, которые вновь приобретают оружие, должны проходить соответствующую подготовку, проверку знаний безопасного обращения с оружием, также, в первую очередь, получать медицинские заключения, порядок продления разрешительных документов на оружие примерно то же самое, что и на получение. Поэтому в последнее время и спектр тех, то есть исследований, которые необходимы для получения оружия, на сегодняшний день он расширен, то есть особенно проведение химико-токсикологических исследований, раз спектр увеличен, естественно, стоимость увеличилась. Поэтому у нас наблюдается такая тенденция. Сколько проверок граждан, имеющих оружие, ваше ведомство провело? За 2023 год, кроме того, нами проведено около 13 тысяч проверок владельцев оружия по месту жительства, и по результатам которых около 1300 составлено административных правонарушений. Расскажите, какие чаще всего нарушения бывают? Основная масса этих нарушений представляет в себе это нарушение правил перерегистрации оружия. То есть на сегодняшний день в соответствии с законодательством гражданин, являющийся владельцем оружия, должен не позже, чем за месяц обращаться за продлением своих документов. Если он не обратился, обратился позже, то есть он имеет право, свое оружие, например, еще срок действия разрешения не истек, осталось условно неделя-две, он может его получить разрешение на продажу и реализовать. То есть мы его привлекаем к ответственности только когда он подает заявление на продление. Далее у нас идут нарушения установленных правил хранения, то есть по месту жительства граждане, имеющиеся оружие гражданское, должны его хранить в местах, исключающих доступ посторонних лиц, в металлических или деревянных ящиках, обитым железом, имеющим замок. То есть имеют место быть такие факты, когда граждане эти условия не соблюдают, допускают доступ посторонних лиц под диванами, под шкафами, в шифонерах и так далее. Вот далее менее всего, также есть допущенные нарушения его применения, то есть стрельба с оружием в неустановленных местах. Эта категория правонарушений, она больше всего имеет в обществе резонанс и, естественно, последствия соответствующие. И как рот наказания, если за стрельбу не в установленном месте предусмотрен штраф от 40 до 50 тысяч, ну, с конфискацией оружия. Если это совершено группой лиц, либо в состоянии опьянения, штраф уже до 100 тысяч, конфискация оружия, и еще суд может принять все это во внимание и лишить права владения оружием на определенный срок. Кроме того, у нас в качестве, как сказано, таких нехороших, неблагоприятных явлений и имеют место быть также утраты оружия, то есть его владельцами допускаются эти утраты оружия, в том числе, например, когда они гуляют в лесу, катаются на лошадях, ремонтируют машины и так далее. И как бы упускают из вида, что у них при этом при себе было оружие, которое впоследствии было утрачено. Но в этом случае хочу также через вас довести до владельцев оружия. Данный аспект является не только, может в дальнейшем привести к определенным последствиям, то есть владелец оружия обязан обеспечить его сохранность. Он его не обеспечил, если в результате всего наступят последствия, то есть причинение вреда здоровью гражданам. То есть я забыл, где у меня лежит, и такое у нас бывает, либо уронил, не соблюдал правила, другой взял, третьего человека, например, либо причинил вред здоровью, либо лишил жизни. Наступят в соответствии последствия, в соответствии с уголовным кодексом, статья 224 «Небрежное хранение оружия». Далее, кроме этого, существует гражданско-правовая ответственность, то есть оружие – это не только предмет, ограниченный в обороте, он еще является предметом опасным. То есть и отношение к нему должно быть соответствием, если человек не понесет ответственность как в уголовном праве, так как он предмет повышенной опасности, он может нести также гражданско-правовую ответственность. То есть тоже, на мой взгляд, тоже немаловажно. Стрельба на свадьбах, к сожалению, остается достаточно распространенным явлением. Хотелось бы узнать лично ваше мнение по этому поводу. То, что касается, особенно стрельбы в населенных пунктах, я и раньше об этом говорил, к сожалению, имеет место быть у нас в республике стрельба на свадьбах. Это, на мой взгляд, средневековая дикость. Например, в Средние века развлечений мало было, шли войны, там, ну, совсем другое общество было. Сейчас кого-то удивить, что у тебя есть огнестрельное оружие ограниченного поражения или имеешь в пользовании какое-то огнестрельное, длинноствольное оружие, гладкое или нарезное, и достаточное количество людей, я же говорю, более 19 тысяч имеют. Более 31 тысячи единиц оружия у этих людей в пользовании находится. Вместо того, чтобы отдыхать, развлекаться, запускать в установленном порядке фейерверки, некоторые допускают стрельбу. И не менее важно, в результате чего еще причиняет вред не только, как говорится, моральный, психологический, но еще физический. У нас был не так давно факт в Усть-Чегутинском районе. То есть, в моем понимании, праздник испорчен. В отношении этого владельца оружия будут применяться законные меры. То есть, как в уголовном праве, в зависимости от причиненного вреда здоровью, жизни, также и весь остальной спектр.